Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинула Настя Датюкова. По какой причине, неизвестно. Вероятно, она спасла от ухода Леру Фрост или Машу Кахно. А Кахно была побита новенькой любовью Гаврилиной. Маша попыталась заткнуть девушку, которая говорила о том, что ничего страшного в анорексии нет. Всех участников на поляне на целый месяц лишили телефонов. Виновницей стала Кахно. У девушки было два телефона. Один она сдавала, а по второму писала сообщение о своим подругам Марине Африкантовой и Майе Донцовой. Особенно была недовольна Гаврилина. По вине Кахно, она не сможет общаться со своим ребенком. Ведущие готовы вернуть всем телефоны, если Маша наконец-то уступит Андрею Денисову, если у них случится волшебство. Сергей Кучеров ревнует Юлию Ефременкову к Диме Талыбову. Дима расстраивается из-за того, что Сергей усомнился в дружбе с ним. К Юле он относится как к старшей сестре, но и теперь отказался от идеи лететь вместе с ней домой. На волшебства Денис от девушки не дождался. Она сказала, что больше не хочет совершать ошибок, потому что уже обожглась с Алексеем Чайщицем и Сергеем Захарьяшем. Ходят слухи, что на Сейшелу улетели Майя Донцова и Алексей Купин, а в их комнату заселили Леру Фрост и Захара Саленко, который недавно вернулся. Еще одна пара на острове – это Фил Костробов и Катя Кузнецова. Это обдуманное решение ребят. Ксения Бородина спела песню, которую посвятила Курбану Амарову и своим дочкам. Поклонники пришли к выводу, что новая песня Ксении намного круче всего творчества Ольги Бузовой. Запела и Саша Черно. Она утверждает, что очень любит петь. Одна из бывших сотрудниц Дома-2 дала откровенное интервью. Это девушка, которая долгое время шила наряды для ведущих проекта Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, а также для Лены Бушиной. И по словам сотрудницы, Бушина часто жаловалась на жизнь. Лена очень хотела стать ведущей, но вместо нее ведущей стала Бузова. Что неудивительно, говорила Бушина, ведь Ольга спала со всеми подряд. Ольга Васильевна Гобозова с мужем приехали в Нарофоминск. Они осмотрели свои будущие владения. Катя Токарева и Юра Слободян отметили 4 года со дня свадьбы. Недавно Катя поделилась с подписчиками перепиской с неким мужчиной под ником Шура Канада. Он предложил Токаревой работу экскортницей и даже озвучил сумму, которую она может легко получить. От 1000 евро в сутки. Мужчина написал, что такого рода услуги легко маскируются под съемки и признался, что в его агентстве числятся многие участницы Дома-2. Алексей Самсонов опубликовал фото своего 7-месячного сына Мирона. «Ну что, на кого же мой сын похож?» – спрашивает он. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.